добрый день друзья коллеги это снова мы всех приветствуем и начинаем обзор нашего аукциона артсейл инфо номер 107 который пройдет со 2 по 8 февраля ну так зима у нас перевалило мягко говоря за середину последний вместе с зимой такое впечатление что чуть-чуть рассосалась международная обстановка у нас сейчас она бог знает какой остроты то ли будет третье мировая то ли не будет и все вокруг этого связано и мы предупреждали в начале года о том что будет вот эти вот качели то так то есть а кто отпустит то снова закрутит гайки и так далее ориентир послабление о том что вроде как идут какие-то переговоры в правильном направлении это наш фондовый рынок и курс рубля рубль на этой неделе откатился то есть люди финансовый бизнес да и вообще бизнес выдохнул это очень приятная новость она позитивно вот еще раз мы предполагаем что вот ровно так и будет вот эти вот качели затягиванием прихватыванием что прям сейчас такое случится и одновременно с тем что а вот фу выдохнули отлегло там до конца пекинской олимпиады ли или еще дальше или еще как вот она так сейчас и будет и вот эта картина на фоне которой сейчас все это рассказываю интереснейшим парадоксальным образом это все иллюстрирует в чем заметьте в каком году в 79 1979 год очень похожее очень похожее время отсюда можно сделать еще более какие-то далекой далеко идущие выводы но мы сейчас не об этом смотрите послабление на международном фронте назовем это тогда обязательно будет связано с каким-то закручиванием на внутреннем и мы этого уже свидетель сейчас появляется какая-то инициатива создание реестра токсичных интернет-ресурсов вставлять и какая назвать токсичный интернет-ресурс такой перехват вот этого слова токсично но сейчас очень конкретно очень конкретно сейчас будет токсичный интернет-ресурс что это такое но будут призваны какими-то там нежелательными до очередным нежелательным то есть на самом деле не будем это даже погружаться кто захочет пусть гугли посмотрит все это изучит ясно что это какое-то закручивание очередное другое дело что будет а совершенно обратный вот очевидно будет обратный эффект вот если этот реестр будет доступен широкому кругу то все что в нем будет признан токсичным вызовет дополнительный интерес у всех нас мы обязательно туда зайдем почитаем исходим посмотреть что же там такого токсичного то есть эффект будет обратный как этого до сих пор не понимают люди принимающие такие решения скажем так ну ну странно ну странно там продолжается борьба с какими-то художниками на марсовом поле за инсталляцию на марсовом поле сейчас чуть ли не уголовное преследование художника я забыл как его зовут иван волков иван волков большой ему привет поддержка человек таким образом выразил какую свою позицию очень конкретно относительно мусора снега в городе санкт-петербург в ответ ему притягивают за уши какое-то там оскорбление бог знает чего и сейчас начинаются какие-то репрессии удивительного совершенно свойства содержание все понимают что это какая-то чушь тем не менее она происходит она происходит это вот наряду с тем самым реестром о котором я сказал еще одно из этого же ряда сейчас у нас там входит концептуальное какое-то исследование а может быть уже даже и принято то что преподавать школах надо акцент делать на и не на европейскую культуру она какую-то там азиатско-африканскую вот класс то есть нам сейчас будут снова говорить что мы не европа а мы какая-то там я не знаю евразия или еще дальше китай там наверно что-нибудь в этом духе полная чушь полная чушь это точно будет провалено никто это не воспримет как вот эти странные праздники друзья мои вспомним сейчас хоть один новый праздник а им нам активно нам их внедряют да ни одного вспоминаем о них только когда узнаем что завтра какой-то выходной здесь каким-то странным праздником ничего не прижилось и не сработало так что начинание абсолютно бессмысленное ну и ладно это то ровно что мы и предсказываем вот этот вот весь вверх-вниз вверх вниз отпустит прихватит отпустит прихват пока по факту немножко отпустила ну и слава богу воспользуемся этим и вот к нашим замечательно вот еще раз удивительным образом это время совпадает с попаданием на аукцион нашему открытому вниманию совершенно поразительные уникальные интереснейшие картины лот художников и мы к этому сейчас и переходим и переходим к обзору наших лотов а лота будут просто закачаешься закачаешься начнем мы с петра беленка еще какого сейчас будет отдельный разговор будет зверев немухин рогинский шелковский соков шабла вин просто загляденье не аукцион а загляденье это вот странная история да когда вот вроде надо изо всех сил следить за какой-то международной повесткой там как бы не было беды а нашему с вами вниманию великолепнейшей картины том числе отвлекают нас от этой всей суеты сует а вот это вечное как вдруг оказывается так петр беленок во имя мира и прогресса представляете вот название этой работы да она отчасти придумано или с помощью и нас тоже название прямого нету но судя по картинке другого и быть не может во имя и мира и прогресса сейчас особенно актуальное название лозунг я бы сказал 1979 год размер 142 на 115 давненько бы не видели таких беленков а если уж совсем точно то вообще никогда впервые вот замечательная фраза впервые нашему своему вниманию просто потрясающая работа потрясающая но как выглядит обычный стандартный хороший качественный беленок это какая-то сущность внизу какие-то человечки и вот то что надо вот ровно то что над здесь совершенно какая-то потрясающая программная вещь программная все как бы элементы до составляющие любимые темы белинка и в то же время совсем все накручено наворочено здесь мимо пройти нельзя сразу друзья мои картина не дешевая стоит денег и не может не стоит потому что без преувеличения абсолютно ударная шедевральная вещь кто в своей коллекции присматривал белинка особенно вот такого что прям вот ух дух захватило ну вот все вариантов нет друзья мы нет вариантов воспользоваться вот этим уникальным случаем уникальным моментом и приобрести а чтобы понять что на ней накручено наверчено надо качнуться вот тот самый 79 год о чем мы с вами говорили что тогда происходило важное для понимания в загнивающем западе вот еще фразочка такая загнивающий запада придуманы в наше любимое теперь советское время и так на загнивающем западе компьютерная революция друзья мы представляет 79 год компьютерной революции на загнивающем западе они на каком-то там прогрессивном востоке и так далее на загнивающем западе сейчас мы только этим и живем основное достижение человечества последних лет это компьютеры и интернет безусловно фантастическое достижение просто космического масштаба космического масштаба это компьютерная революция в сша бум потребление в это же время начинаются войны там сандинистская революция в никарагуа бегство шаха и исламская революция в иране штурм дворца амин это уже поближе к нам вот войск в афганистан одновременно при понимаете вот события 79 года афганистан иран компьютерная революция что из них мощнее что из них сильнее важнее подействует вот на перспективу развития истории большой вопрос и вот в этом все отражено можно с большим интересом рассматривать все вот эти вот персонажи людей в разных совершенно вот каких-то позах тем не менее это все не случайно это все не случайно поэтому беленок конечно произошел себя еще раз подчеркнем его биографии вспомним и подчеркнем это человек который прекрасно себя чувствовал советское время имел мастерскую личного водителя мы уже это говорили был исключительно успешным и материально обеспеченным и вдруг все бросает для того чтобы в крайне бедности жить в крайней вплоть до голода но создавать вот такие программные вещи которые актуальны и до сих пор мы уже я уже молчу про мощь вот энергетику которая в ней заложено это еще и исторически важны и интересно вставляете 79 год дальше будет олимпиада который будет саботировать дальше много чего начнет происходить и все это вот сгусток энергии ничего не напоминает прямо сейчас вот это вот правда парадоксы которые происходили тогда там советский союз запускал ракеты по несколько раз в год там какие-то в свою очередь были достижения там фильмы какие достижения культура культура смотрите в 79 году на экраны вышли фильмы москва слезам не верит тот самый мюнхаузен осенний марафон место встречи изменить нельзя шерлок холмс и доктор ватсон сталкер представляете сейчас у нас за последнее время хоть что-нибудь такого уровня вышло на экран вышло парочка каких-то сериальчиков которые любопытно смотреть но вот так чтобы так содержательно прям вот про поколение про перспективы про какой-то там кризис духовности и так далее ничего этого нет а тогда было сейчас другой стороны это все заходит сейчас пресс давление на сейчас попробуй сними такой фильм как stalker как это сделать время изменилось время изменилось и тем не менее художники еще раз обратим внимание какими-то своими сейчас что у нас осталось в качестве ну какого-то аргумента высказывания с властью как раз культурные какие-то такие вещи в частности простой пример пожалуйста шнур что делает шнур пишет клипы на актуальные темы и они находят отклик как у людей так и у власть придержащих это вот на заметку это на заметку так что все имеет значение и тогда и сейчас и все попадает на вот эти великолепные холсты произведения искусства и я надеюсь в наши с вами коллекции так что от души тому кто приобретет сразу пожелать прям вот больших успехов и большой удачи давайте кому-то повезет продолжаем обзор лотов аукциона 107 аукциона 107 который начнется 2 закончится 8 февраля аукцион будет большой необычный в том смысле что не будет ни одного повторного 21 лот все новые до этого ни разу не вставлялись никогда не показывались очень интересный насыщенный аукцион и шедевр за шедевром перед нами узнали уже до зверев анатолий тимофеевич зверев один из самых известных художников неофициального искусства один самых народных один самых любимых был во многих домах его работы и это крупная живописная вещь на арголите масло на арголите один из любых его сюжетов лес сосны деревья достоверно неизвестно вообще любимый тема был бы любим места были этого парк сокольники где он напитывался энергии где он отдыхал где все ему было близко это и приятно интересно это никольна гора это вот дачи это баковка у кастаки все места где вот подмосковные места где он бывал где он восстанавливал силы где он получал вдохновение такое очень часто такие вещи вдохновенные писались на дачах друзей то есть упад выезжал его там возилим выезжал за город вот и немножко таком более умиротворенном спокойном уже настроении когда мне появлялись более-менее качественные материалы там арголиты холсты масло создавались появлялись такие работы на самом деле вот пока до аукцион нас она выставлялась висела на стене люди которые приходили за такие говорили ох очень такая правильная зверевская по настроению по исполнению вот по ощущению прямо такое слово зверевская работа очень такая зверевская работа это сесть первый год особо ценный период лес сосны и деревья один из самых таких востребованных коллекционных сюжетов антон тимофеевича зверева на нашем аукционе скоро владимир николаевич немухин два туза эскиз тарелки 92 год 92 год тоже ценный период примерно 90 в году появляются первые суперслоны судя по книжке судя по монографии не мухина а это эскиз тарелки тоже подписаны на обороте владимир немухин 93 год работа большая 44 сантиметра это картон акрил живописная работа с коллажом с натуральца с картами все как положено чем это интересно да ну круглая форма круглые формы обычно у немухина это всегда таки подготовительные вещи тарелок когда он создал собирал композицию собирал концепт это отличая все что размер больше то 44 сантиметра это все-таки это гораздо больше чем обычная тарелка с обычная тарелка немухина в половину верно этого размера половину этого диаметра была ли она реализована воплощена в фарфоре есть две версии две гипотезы знатоки которые следят тоже немухина говорят что одна тарелка поэтому скил все-таки появилась но она не пошла в серию то есть вот именно серии такого комплектов немухина используем тарелки существует эту тарелку мы тоже которая была резон и своими глазами не видели да поэтому поставляем это по знакам вопроса как гипотезу существования но тем не менее по легенде это одна тарелка такая существует и у него и такие ситуации были уже у нас было так было такого была такая буквально случай когда продавали мы эскиз для тарелки немухина вот и тоже сопровождался информация о том что тарелка это эскиз не был реализован а потом выяснил человек который купил откупил стать эскиз той тарелки что тарелка это была реализована воплощена в фарфоре ну тогда об этом не значит сильно повезло то есть он знал ему сильно повезло тут вот такая вот красивая история владимир немухин эскиз тарелки картон акрил девяносто третий год подписано на обороте эта работа в 2018 году участвовала выставки апология заблуждений московском музее современного искусства кто узнали михаил рогинский один из главных художников после послевоенного неофициального искусства один из главных идеологов так называемого русского по-парта сами называл своим правлением документализм слово по-парта не нравилось вообще то психологу были неправильно дамуспа парт это осветлом таком нашем на хорошему позитивным русский по парту со своей специфика такой был критичный лаконичный резкий Вот такой же и Рогинский. Критичный, лаконичный, резкий, мрачноватый букет. Где-то что-то яркое, где-то что-то такое броское. Нет, такая темная, цветовая гамма, мрачная. Таким Рогинский был во Франции. Вот с таким, такой достоевщиной, с таким вот немножко сложным, мрачным отношением. И при этом работа очень характерная, очень такая узнаваемая для Рогинского. И что важно для Рогинского в поздних периодах, в ней нет ничего такого, ну вот, супер-пупер резкого, такого на грани цензурности. У нее есть работы прямо с нецензурными надписями, с такими-то ругательствами на французском языке. Тут все, ничего такого нет. Она относительно такая, в этом смысле нейтральная, универсальная, подает любую коллекцию, любое собрание. То есть вещь с выставочной историей, художник, выдающийся, ценный, дорогой, важный, украшение любой коллекции. Михаил Рогинский, букет, 2003 год, с выставочной историей. Какая вещь тяжелая, в прямом переносном смысле, мощная, заряженная, энергетическая. Обратите внимание, что изображено. Работа называется «В танце, 2013 год». Что изображено, да? Два символа. Серп и молот, хорошо узнаваемый. Ну и символ, который существовал в 30-е годы в Германии, уже победное шествие. И два этих символа, два символа талитарных систем, слились в одном танце. Работа концептуалиста Игоря Шелковского, знаменитого, важного концептуалиста. Он долгое время жил во Франции при советской власти. Он был одним из издателей журнала «А я» знаменитого. То есть, смотрите, была такая альтернатива. То есть, понятно, что в Советском Союзе про искусство можно было писать только в воздействии «Советская культура». Причем в таком режиме филетонов, да, и оскорблений. И альтернативная была такая культура, в том числе издательская культура, в том числе искусствоведческая культура. Это вот то, что можно было печатать во Франции, за рубежом. И вот один из таких журналов, один из таких источников информации об этом времени, один из таких источников, в котором привелись дискуссии об искусстве, споры какие-то и так далее. Это был журнал «А я», который сдавал Игорь Шелковский. Потом он вернулся к творческой своей деятельности. Вот это работа 2013 года. Она тоже выставлялась на выставке «Апология заблуждений» в 2018 году в Музее современного искусства. Игорь Шелковский. Важная тема. Работа вообще. То есть, она сделана на ДСП. Вот это такой рельеф. Не знаю, сможем ли мы на видео показать. Покажем сейчас видео поближе. То есть, на тяжелой ДСП-плите рельеф сделан с помощью тоже ДСП. Подписано с обратной стороны. Вещь важная, значительная, с огромным количеством смыслов. И главное, что смыслы эти еще останутся. То есть, они переживут века. Смыслы эти переживут века. Когда вот этот союз двух тоталитарных систем, там, людоедских режимов. Во что это все, чем это все заканчивается. Вообще, это разговор о том, когда одни люди начинают советовать другим людям. Когда начинают считать, что они лучше всех знают, как надо жить. Какие там фильмы надо смотреть. Какие там картины надо смотреть. Что является искусством правильным. Что является искусством дегенеративным. Когда начинают, там, преследовать художников. Заканчивается все это очень плохо. Все очень плохо заканчивается. И вот эта работа, такое напоминание и наставление о том, что допускать этого нельзя. То есть, с определенным пафосом, с определенной, там, идеей. То, что как раз должно присутствовать в важной консультальной работе. Игорь Шелковский. В танце. 2013 год. Перед нами очень узнаваемый сюжет Леонида Сокова. Художника соцарта. Вот его одна из главных тем. Сталин и Монро. Ну, прежде чем говорить о консультальной страдающей работы, хотелось бы пояснить техническую. Что это такое? Это мультипль. Это разновидность тиражной. Ну, вот, это не тиражная графика, да. Тиражного произведения, тиражной конструкции. Которая сделана с пользой и картона, и фанеры. Вот это, на самом деле, такой рельеф из фанеры на картонной блестящей золотой основе. Технически, что-то писать с собой. Эта работа выпущена очень небольшим тиражом. Всего 16 экземпляров. Если там обычно мультипли выпускаются, 50 экземпляров, поэтому 100 экземпляров. Вот работа, которая в прошлом аукционе фурор произвела тоже на тему Сталина и Монро. На тему Монро и Сталин. Которая продалась на этом с трехкратным превышением ее эстимейта. Она была выпущена тиражом 99 экземпляров. Это тиражом 16 экземпляров. Вещь подписная. Справа указан дата и подпись автора Леонид Соков. Слева указан номер в тираже. Еще раз подчеркиваю, что это первый экземпляр из 16. Смысловая конструкция понятна. Красавицы и чудовища. Какие-то голубки, какая-то любовь. И, кстати, в прошлый раз рассказывал, что у многих листовое впечатление, что Сталина и Монро это люди, которые просто это какой-то рай с межними, это какие-то просто целые эпохи. На самом деле нет. Это люди, которые жили в одно и то же время, когда Сталин был уже, ну, правда, уже был уже таким пожилым человеком. Но со Сталин и Монро жили в одно и то же время, и теоретически не могли встречаться. Если бы история так распорядилась, то есть Монро делала карьеру с 14-16 лет в кинобизнесе, в модельном бизнесе. Сталину было 75, Монро было, по-моему, в это время то ли 27 лет, то ли где-то в таком районе. Поэтому теоретически это могло бы быть такой художественный вымысел, художественная такая иллюзия, но это могло бы быть. Красавица-чудовище, все самое темное, что символизирует это время, и все самое такое оптимистичное, светлое, что это время символизирует. Вот такая вот сложная абсурдистская конструкция Леонида Сокова. На нашем аукционе, смотрите, следите, вещь редкая. Мы первый раз такую видим, первый раз такую продаем. Большая, почти метровая картина Сергея Шаблавина, московского концептуалиста, художника поколения. Но мы это причисляем к 70-нику. Хотя это очень тонкая грань, 60-ники, 70-ники. Потому что картины Шаблавина были в собрании Костаки, они в музее Нортона Доджа в Радгерсе, в институт Радгерс в 40 минут от Нью-Йорка. Самая лучшая коллекция по своему инициальному искусству вообще в мире существующей – это коллекция Нортона Доджа. Там Кошаблавин тоже есть. И это магистральная его тема. Вот эта работа называется «Рождение круга», а магистральная тема его – это формула пейзажа. То есть такое концептуальное построение, в которое включает в себя и геометрические конструкции, и какой-то такой фигуративный визуальный ряд. Тут второе название – это работа «Острова в океане». То есть тут очень красивая декоративная вещь, при этом вещь одновременно еще и концептуальная, при этом вещь с важной и хорошей историей. В принципе, по идеологическим построениям, по уровню концептуальной мысли – это тоже направление, что у Эрика Булатова, у Васильева, таких первых-первых имен, Сергей Шаблавин в этом ряду. Эффектная, хорошая, выразительная вещь, которая украст любую коллекцию. Для тех, кто понимает концептуальное искусство, поймут одно. Тех, кто не понимает концептуальное искусство, понравится другое, фигуративное вставляющее. То есть супер, хорошая, крепкая, универсальная вещь, умеренно дорогая. Все очень хорошо. Сергей Шаблавин, запоминайте. Картина 60-ника Игоря Снегура, 80 на 100, называется «Транзиты», 90-й год. Игорь Снегур, ну, изначально он был воспитанником, да, можно сказать, воспитанником, да, в школу Билютина, школу Ильи Билютина. Это та самая такой там клуб, вначале это был такой клуб художников для повышения квалификации, клуб художников выходного дня, которые ездили на пароходах, занимались этюдами. У Билютина была такая очень независимая система воспитания художника, то есть поиск, чтобы он самостоятельно нашел свой путь в искусстве. Вот Игорь Снегур сразу после службы во флоте молодым человеком по объявлению присоединился к этой группе и занимался Билютиным, с ним развивался. Но потом, конечно, от него ушел, как и понятно, как и любой яркий человек с самостоятельным взглядом на жизнь и на искусство, да, то есть он, конечно, должен из-под крыла мастера уходить. Но с Билютиным он участвовал в Таганской выставке, потом в посттаганской выставке была выставка в манере 62-го года, которую Хрущев отгромил, там ругал всех абстракцистов и остальных. И вот Снегур стал абстракционистом, ярким, самобытным. Вообще он ключевая фигура двадцатки, группы 20 московских художников, которая сформировалась на Малой Грузинской. Это было такое молодое поколение. В 1976 году на Малой Грузинской организовали, ну, власти после будущей выставки, да, сделали такую резервацию для художников, в которых можно было свободно выставляться, людям, художникам универсального искусства, которым можно было, ну, как-то институционализировать этот протест, процессы, этот протест. И там были разные группы. Были двадцатка, была группа 21, была семерка у Немухина. Вот Снегур был лидером двадцатки, такой группы, которая объединяла молодых, таких самобытных, ярких, талантливых людей. Игорь Снегур, работа «Транзиты», украшение коллекции официального искусства. Смотрите, выбирайте. Очень классная, выразительная вещь. Рекомендую. Артур Фанвизин. Небольшая акварель. Датируется с сороковыми-пятьдесятыми годами. Вообще, все, кто собирает шдесятников, те, кто собирает официальное искусство, знают, что существовала такая, как сказать, неформальная группа 3F. Назвали 3F. Это Фалик, Фанвизин и Фаворский. Фанвизин – один из них. Это считались такими предтечами неофициального искусства, предтечами, там, в твенонкоформистов, художники, которые пришли еще из культуры русского авангарда, с первого русского авангарда и привезли эту культуру во второй русский авангард. Они были такие морально-авторитетными, к ним приходили молодые художники. Вот, например, Слепышев, когда был молодым художником, он считался вообще Фанвизин, а Слепышев считался своим учителем. Прямо так и называл, что мы учитель – это Фанвизин. Вообще подвиг их заключался в том, что они проявили тот самый моноконформист. То есть они не пошли на сделку совестью и стали заниматься социалистическим реализмом, система, которая подталкивала их заниматься, писать рабочих-колхозниц, каких-то христианских подворья, сцены индустриальных строек и так далее. Нет, они на это не пошли, они ушли в тень. То, что было называлось тихим искусством, занимался книжной графикой, занимался, работал в стол, по-разному, по-разному. Фанвизин делать акварели, сидел, рисовал, как говорят, просто тысячи, наверное, существует таких акварелей. Но попробуйте выйти на рынок, попробуйте что-то купить. Это не такая простая задача, это очень-очень-очень непросто. Фанвизин очень любил Костаки. Я читал, что у него одна из стен, в его квартире была у Костаки, была завешана акварелями Фанвизина. Такие вот это... Это очень сложная техника акварели. Это называется мокрая акварель, когда художник увлажняет лист и потом тонким движением кисти, по мере того, как краска всплывается, формируется рисунок, формируются контуры правильные. То есть одна ошибка, то есть она очень такая кропотливая и требовательная. Однако, мельчайшая ошибка, там точка, краска капнула в то место, все, вещь испорчена, рисунок испорчен. Ну так вот, висели они на стене у Костаки, видел их там зверев, и у Анатолия зверев, он у Тимофеича зверевый, есть целый цикл таких вот работ, как их называют фанвизинскими. То, что он увидел у Костаки, и начал это немножко, ну, как-то перерабатывать, переосмысливать в той же манере, в той же манере какие-то вещи он делал. Так что, редкая вещь. Артур фанвизинс, экспертизой она у нас. Сейчас экспертизу покажем. Смотрите, покупайте, торгуйтесь, цена хорошая. Такая изящная, элегантная вещица. Увесистая, это патинированная бронза, тяжелая такая, на гранитном основании. Современный скульптор Андрей Асташов. Белорусский скульптор, работающий в Беларуси, который продается по всему миру. На выставках в азиатских странах, в которых мы сейчас начинаем так активно с ними сотрудничать. В Европе, в России, в салонах он выставлялся. Что можно сказать? Эта работа очень интересно. Называется «Восьмой» из серии «Семь самураев». Да? Как вы? Восьмой из серии «Семь самураев». Как помню, самураев было семь. Четверо, по-моему, погибло. Трое выжило. А этот «Восьмой» называется имя его «Счастливчик». «The Lucky One». Написано на сертификате. К работе предоставляет сертификат подлинности. Андрей Асташова. Вот так он выглядит. Упакован в очень такой мощный, красивый, фирменный деревянный ящик. Можете покажем его потом. Работает тиражная. 38-й экземпляр из 50. Но такой идеальный, подарочный, качественный, очень эффектный, хороший уровень. С подписью, со всеми документами. Замечательная вещь, замечательная работа. Андрей Асташов. Из серии «Семь самураев». Восьмой. Счастливчик. Подошел к концу наш обзор. Напоминаю, что всего будет 21 лот. Ни одного повтора. Все новое. Все высокого уровня. Несколько работ не просто музейного значения, как мы это считаем, оцениваем, как оценит эксперт. Но просто работы, которые участвуют в музейных выставках. Тот случай, когда весь аукцион купи. Не перестаем повторять. Весь аукцион купи целиком. Это будет готовое, частное, качественное, частное собрание. Уже такого крепкого, ближе к высокому уровню. Маленький такой музей. Всего-то с одного аукциона. Все работы, как на подбор. Аукцион начинается 2 февраля, заканчивается 8 февраля в 12 часов дня. Следите, наблюдайте, покупайте. Отличное время для покупателей. Отличное время покупателей. Появляется картина высокого уровня. Да. Работает за разные деньги, на разный бюджет, на разный кошелек. Все очень хорошо. Приобретайте, цените. Такие моменты, они уходят. Вот уходят такие моменты. Мы даже по своей практике вспоминаем, что был такой-то аукцион, а там было такое-то. Был такой-то аукцион, а там были такие-то картины. Ну все, вот они вот ушли. Эти аукционы ушли. Прошли эти времена. Времена надо ловить. Они, такая река времени, течет очень быстро. Так что пользуйтесь, смотрите, наблюдайте. Аукцион закрывается 8 февраля в 12 часов дня. Будьте на связи, покупайте.